Всем привет! Сегодня я буду рассказывать абсолютно очевидные вещи, и тем не менее, для многих они станут открытием. Сегодня мы поговорим о самой большой лжи, про электромоторы. В частности, о тех знаменитых шестереночках пластиковые, которые расположены внутри. Многие велосипедисты, посмотрев на картинках, на то, как выглядят именно пластиковые шестеренки, говорят, это детские игрушки. Они развалятся буквально на третий день эксплуатации. Честно говоря, когда я начинала заниматься именно электромоторами, определенная настороженность была и у меня в этом плане. Потому что, имея трех сыновей, я регулярно наблюдала, как быстро в их умелых ручонках все машинки и механизмы в доме превращались в груду запчастей. И тем не менее, давайте посмотрим на это пристально. В редукторных моторах подкупала все. Легкость и компактность моторчика, сохраняющийся накат колеса, возможность полноценно использовать велосипед даже с севшим аккумулятором. Наличие мотора в колесе существенно не тормозит его движение, разве что немного дольше раскручивается на старте. По-прежнему легкий велосипед. Скажу больше, я вообще долго не решалась ездить на электровелосипедах и мне сын переоборудовал свой МТБ велосипед с карбоновой рамой. Он получился весом всего в 16 килограмм. В общем, в результате всех наших тест-драйвов и отзывов клиентов назрел следующий вывод. Первое. Шестеренки меняются крайне редко. За нашу почти пятилетнюю историю с электровелосипедами к нам обратились с подобной просьбой всего несколько раз. Причем один из клиентов просто решил сам посмотреть, как оно там внутри устроено, ну и не смог дальше собрать все назад. Другой ездил очень интенсивно каждый день и абсолютно не берег свой мотор, стартуя во всю мощь с ручки газа. Остальные спокойно ездят и получают заряд бодрости и удовольствия по сей день. По той информации, которую мы находим в интернете, средний ресурс эксплуатации редукторных мотор-колес составляет примерно 10-15 тысяч километров. Если учитывать, что средний велосипедист накатывает за год 2-3 тысячи километров, то лет на 5 их должно точно хватать. В чем же секрет такой длительной эксплуатации шестеренок? Они изготавливаются из высокопрочного долговечного пластика. Эти шестеренки используются при производстве редукторных мотор-колес небольшой мощности. Причем применение пластика обеспечивает снижение шума и вибрации от их работы, а также уменьшение нагрева мотора. Как показал опыт, они обеспечивают длительную безаварийную эксплуатацию планетарных редукторов мотор-колес. При замене этих шестеренок из-за естественного износа или поломки в процессе эксплуатации их меняют вместе с запрессованными подшипничками, в комплекте с которыми они и продаются. Чтобы никого не пугала стоимость их замены, цена одной шестеренки около 150 гривен. Желание профилактически заменить смазку в узлах трения мотор-колеса и в редукторе является лишним. Невысокая эксплуатационная температура обычно не больше 60 градусов Цельсия. И небольшие скорости вращения редукторных мотор-колес не оказывают негативного влияния на используемые в редукторе консистентные смазочные материалы, заложенные при их изготовлении на заводе. Их колеса прекрасно эксплуатируются в течение 5 лет и больше, без вскрытия мотора. Однако шестерни и подшипники даже очень высокого качества со временем все равно изнашиваются. Это проявляется повышением шумности работы мотор-колеса. В этом случае уже имеет смысл произвести технический осмотр агрегата и, скорее всего, замену отслуживших свой срок деталей на новые. Одним из недостатков применения редукторного механизма является ограничение скорости. У шестеренок есть свой предел скорости вращения, свыше которого они просто не могут крутиться. За счет этого и получаем, что редукторные мотор-колеса 350 Вт имеют максимальную скорость 35 км в час, а 500 Вт примерно 42 км в час. Ну и теперь немного о прямоприводных мотор-колесах. Существует мнение, что они вечные и ломаться в них нечему. Отчасти это так. В них нет редуктора с шестеренками, они могут развивать большие скорости и поэтому их все хотят поставить на свой велосипед. Прямоприводные моторы представляют собой высокоэффективный бесщеточный электродвигатель с датчиками Холла на постоянных неодимовых магнитах, имеющий всего две движущиеся детали. Это опорные подшипники на оси мотор-колес. Ну, простая конструкция обеспечивает, конечно же, долговечность прямоприводных мотор-колес. Они обеспечивают хорошую и тягу, и скорость, и даже возможность незначительной рекуперации энергии, образующейся при торможении. Но! В процессе эксплуатации обнаруживается. Мотор тяжелый. К тому же, создает дополнительное магнитное торможение. Колесо крутить педалями весьма затруднительно. Сам велосипед становится намного тяжелее. Вот для сравнения, редукторное мотор-колесо 500 Вт весит 4,2 кг, а прямоприводное уже 6 кг, причем в диаметре оно больше. А у вечного мотора обнаруживаются опорные подшипники на оси мотор-колеса, которые также имеют свойство изнашиваться со временем. Поэтому мы рекомендуем такие моторы для установки на велосипед, если мотор-колесо планируется использовать в качестве основного двигателя, а педали нет. Итак, идеального решения, конечно же, нет. Поэтому и существуют прямоприводные моторы и редукторные. Выбор всегда будет за вами. Услышав все за и против, вы примите единственное верное для вас решение. И, тем не менее, сегодня вы получили вот такую интересную информацию об редукторных колесах. Не скрою, я являюсь приверженцем именно редукторных мотор-колес, но у них есть свои нюансы. И о них вы узнали сегодня. Мы ждем ваших комментариев. Нам они очень интересны. Что же все-таки больше понравилось вам, редукторный мотор или прямоприводный? Мы отвечаем на все ваши комментарии. Если нужны дополнительные консультации, либо ответы на какие-либо вопросы, пишите их, мы ответим. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, и тогда вы не пропустите ни одного самого интересного видео с нашего видеоканала. Подписывайтесь на наш канал, жмите на канал, жмите на канал, жмите на канал, жмите на канал. Подписывайтесь на наш канал, жмите на канал, жмите на канал.